В испанском городе Алькаркон, близ Мадрида, находится вот это отделение Красного Креста, где можно бесплатно получить вещи и обувь. Свои двери для нуждающихся оно открывает ежедневно последние 25 лет. Однако, если раньше основную часть посетителей составляли иммигранты, то теперь с углублением кризиса ситуация меняется. В этот центр всё чаще приходят местные испанцы. Подобных пунктов в столице несколько, и их популярность постоянно растёт. Теперь в них работает около 35 волонтёров. «Раньше у нас было мало испанцев. Но теперь, поскольку ситуация, в которой мы живём, изменилась, всё больше испанцев просят одежду для детей». Воспользоваться услугой Красного Креста можно дважды в год – летом и зимой. Программа направлена на то, чтобы обеспечить людей одеждой. Но, как говорит основательница центра, это также и своеобразная психологическая поддержка для людей, оказавшихся в бедственном положении. «Дать им одежду и поддержать их. Это семьи, которые оказались в таком бедственном положении, что они хотят тебе рассказать о своей жизни. И Красный Крест всегда рядом». В 2011 году более 4000 человек воспользовались услугами банка одежды. В этом году ожидается, что к концу декабря эта цифра достигнет 5000. «Это большая помощь. Красный Крест и банк еды – это очень помогает. Если бы их не было, что бы у нас было? Нам бы пришлось тяжело, поскольку дети тебя не спрашивают, есть ли что-то на обед сегодня или завтра. Их просто надо кормить». «Мне приходится заботиться о своей семье здесь, в Испании и в Африке. Это слишком сложно. Поэтому я пришла в Красный Крест, чтобы одеть детей в школу». Одежду жертвуют как большие компании, так и отдельные граждане. Здесь говорят, что в трудные времена испанцы всё чаще вспоминают про благотворительность и солидарность. Например, вот эта женщина – сама безработная, но всё равно отдаёт вещи, которые ей больше не нужны. «В основном я отдаю одежду своей младшей дочери, которую она больше уже не носит. И если она кому-то пригодится, будет замечательно». Банк одежды работает ежедневно. И в среднем за день сюда приходят 24 человека.